Защитные шлемы класса 3А еще в заводской упаковке. Александр Савин пока складирует их в своей пожарной части. Первым же самолетом снаряжение отправят в Украину. У нас есть несколько размеров. Мы решили выбрать средний большой и большой экстра большой. По профессии Александр – IT-специалист. Пожарный волонтер в свободное время. Пожарный шлем, конечно, в разы тяжелее. Вы попробуйте даже. После начала российской агрессии против Украины к желтым отражающим индикаторам на своем пожарном шлеме собственноручно пририсовал синие полосы в цвет украинского флага. Рядом символика оппозиционной Беларуси. Я сам родом из Беларуси. Я сам боролся с Лукашенко, и поэтому я оказался в этой стране. Баллистические шлемы, тактические турникеты для быстрой остановки крови, на подходе бронежилеты – все куплено на частные пожертвования. Клич в социальных сетях о сборе денег для военного снаряжения кинули друзья Александра – Михаил и Тимур, оба одесситы. Вот когда это все началось, когда началась война, буквально на следующий же день, мне позвонил мой одноклассник из Одессы. И он мне сказал, что он хочет записаться в Тараборону, пытается записаться, но это невозможно, потому что слишком много желающих, и не хватает обмундирования. Буквально за два дня мы собрали 15 тысяч долларов и решили сразу же перестать собирать и сразу же купить на эти деньги шлемы. Амуницию заказывают в разных штатах. Поддержанную исключили сразу. Прежде всего старые бронежилеты. Не хотят подвергать украинских солдат непредвиденному дополнительному риску. Закупают только новые вещи и только у проверенных поставщиков. У многих уже есть опыт работы в зонах вооруженных конфликтов. Пересылку координируют в соответствии с местными и федеральными законами. Консультируется с полицией и ФБР. Мы в очередной раз надеемся, что это поможет защитить людей, которые сейчас сражаются за свободу Украины и, в принципе, находятся на передовой линии защиты всех нас. Помогают американские пожарные и профессиональным обмундированием. Олег Скачко, родом из Украины. От оставшихся там друзей и родных знает, что происходит в охваченных огнем городах. Говорит, сослуживцы сразу поддержали его идею отправить украинским коллегам часть своих ресурсов. У нас теперь идут звонки с Джорджи, с Теннесси, с Охайо, Вермонт, Вест-Вурджиния. Многие люди теперь начинают помогать. Напарники Олега потрясены фотографиями и видео разрушенных украинских городов и мужеством пожарных, которые делают свою работу прямо в зоне боевых действий. Мы распространили информацию, ее подхватили по всей стране. Мы получаем много звонков от пожарных частей, которые хотят передать оборудование для пожаротушения в дар Украине. Только за один день в этой пожарной части собрали 400 комплектов разных уровней защиты. Разведывательные, спасательные, боевые. От сапог и комбинезонов до касок и курток. На сигнальных полосках у некоторых надписи «Слава Украине». Упаковывать комплекты по коробкам помогают активисты местной организации «Новая украинская волна». Мы всем сердцем, всей душой с Украиной, со всеми, кто борется. Здесь, на своем фронте, мы делаем все, что можем. Митинги проводим, гуманитарную помощь собираем. Но сейчас основное требование – закрыть небо над страной, чтобы не погибали дети и женщины. Ученики одной из местных школ тоже решили поучаствовать. Готовят рисунки для благотворительного аукциона. Деньги от продажи пойдут на закупку защитных комплектов для украинских пожарных.